Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана. Сегодня вы узнаете, как в домашних условиях очень быстро разгладить даже самые глубокие морщины. Маска интенсивно подтягивает овал лица, дополнительно дает увлажняющее воздействие. После применения этой маски ваша кожа будет выглядеть, как после очень дорогого салона. Сделайте эту маску 2 или 3 раза в неделю, в зависимости от состояния своей кожи. Маска идеально подходит для омоложения дряблой увядающей кожи любого возраста. Маска удобна в использовании, эту маску можно хранить в холодильнике. Приготовив порцию, которую, я надеюсь, вы вместе со мной сегодня приготовите, будет достаточно для использования ее в качестве недельного омоложения увядающей кожи. Для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску за час до сна, и ваша кожа будет выглядеть, как после очень дорогого салона. И давайте приступим. Сегодняшняя маска очень простая в приготовлении. Нам понадобятся простые доступные ингредиенты. Возьмите желатин. Желатин можно использовать обычный пищевой желатин. Также хорошо подойдет желатин для приготовления желе, либо различных десертов. Нужно взять 1 чайную ложку желатина. Чем мельче желатин, тем качественнее будет ваша маска. Если вы используете для приготовления сегодняшней маски крупный желатин, то желательно перемолоть его в кофемолке и использовать желатин мелкого помола. Это во много раз облегчит процесс приготовления маски. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится минеральная вода. Используйте минеральную воду с газом или без газа. Также минеральную воду можно заменить на обычную кипяченую воду. Возьмите 2 чайные ложки минеральной воды, либо кипяченой. Тщательно смешайте все ингредиенты. Мой желатин ванильный, поэтому его оттенок будет слегка желтоватым. Можно использовать обычный пищевой желатин. Тщательно взбейте все ингредиенты. Смешайте так, чтобы не было комочков. Если вы используете для приготовления этой маски крупный желатин, то дайте примерно 5 минут настояться. Подержите на водяной бане, либо на медленном огне. Если вы используете желатин для приготовления желе и суфле, то ваш желатин очень быстро войдет во взаимодействие с водой и примет однородную консистенцию, очень приятную. Затем добавьте следующий компонент. Нам понадобится кокосовое масло. Используйте для приготовления сегодняшней маски масло кокосовое твердое пищевое. Также хорошо подойдет масло кокоса аптечное, в более масляном жидком состоянии. Если вы используете твердое пищевое масло кокоса, то подержите его на водяной бане, так, чтобы оно было слегка мягким. И это будет облегчать процесс приготовления сегодняшней маски. Возьмите 1 чайную ложку масла кокоса. Тщательно вбейте кокосовое масло в желатин. В момент приготовления домашних масок используйте все компоненты в слегка теплом состоянии. Не готовьте домашние маски из холодных продуктов. Если вы используете компоненты, которые только что достали из холодильника, то доведите их до комнатной температуры. Процесс приготовления таких масок будет во много раз облегчен. И качество маски будет отличным. От этого будет зависеть тот эффект, который маска окажет на вашу кожу. И следующий ингредиент для сегодняшней маски нам понадобится глицерин. Глицерин добавляем в домашние маски для улучшения увлажненности кожи. Глицерин – это маслянистая прозрачная жидкость без запаха со слегка сладковатым вкусом. Глицерин – это лучший компонент, который вы можете использовать в домашних условиях для удержания влаги в эпидермисе кожи. Глицерин убирает сухость, убирает дряблость, хорошо увлажняет кожу. Не используйте глицерин для нанесения его в чистом виде на кожу. Добавляйте в домашние маски или кремы. Нужно взять 5 капель глицерина. Глицерин продается в аптеке, стоит совершенно недорого и идеально подходит для приготовления домашних масок. Также тщательно взбейте все ингредиенты. Для дополнительного осветляющего эффекта и для того, чтобы оттенок кожи стал более свежим, чтобы дальнейшее отшелушивание ороговевших слоев клеток было интенсивным, добавьте в эту маску несколько капель сока лимона. Можно использовать свежевыжатый сок лимона. Также хорошо подойдет и уже готовый сок. Если у вас есть витамин С, то для этой маски его также можно использовать. Витамин С в таблетках. Растворите обычной водой одну таблетку до получения однородной консистенции. Не забывайте, что витамин С очень быстро улетучивается, поэтому маску нужно готовить в ускоренном режиме и добавлять витамин С в последнюю очередь. Добавьте 5 капель. Затем тщательно взбейте все ингредиенты. Маска имеет очень приятную консистенцию. Эту маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней и использовать в недельном уходе. Единственное условие перед нанесением этой маски – подержите ее на водяной бане, доведите до комнатной температуры. Дополнительно добавьте 5 капель витамина С, так как он в процессе хранения этой маски будет улетучиваться. И для того, чтобы эффективность маски сохранить, добавляйте дополнительно витамин С. Наносите маску на хорошо очищенную, подготовленную кожу. Маску можно нанести на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Аккуратными вбивающими движениями также нанесите эту маску и на кожу вокруг глаз. После ее применения уйдут темные круги под глазами, мелкие морщинки, сеточка и также разгладится гуси Нейла. Наносить маску нужно по кожным массажным линиям одним толстым слоем. После нанесения держите 20 минут. Затем протрите кожу лица влажным теплым махровым полотенцем. Протенизируйте кожу кубиком льда с заваренными лекарственными травами. И нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами. Для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всем мира, добра и красоты! А с вами была Оксана. Увидимся завтра с новым рецептом. Всем всего хорошего. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok